Всем большой привет! У меня сегодня такой тёплый вечер, я сидела со своим блокнотом, писала вообще свои цели, свои дела рассматривала и подумала, почему бы мне не заснять одно разговорное видео, и это видео будет называться «25 вещей, которые я поняла за 25 лет». Я такое видео или посты видела у других девчонок, блогеров тоже, и поэтому тоже решила попробовать снять на эту тему. Я помню моё видео «Как достигать своих целей» залетело на очень много просмотров, и многие просили продолжение. Это, конечно, не одно и то же, но примерно концепт, думаю, будет понятен. Поехали! Для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Аружан, я живу в Дубае, мне 25 лет. На Ютубе я буквально год примерно, и я очень люблю планирование, всякие цели, и люблю рефлексировать, анализировать свои мысли, и часто, очень часто веду блокноты уже несколько лет. Это мой уже не знаю по счёту, какой блокнот, но он новый, я его недавно начала. Про блокноты я думаю снять отдельный вложек, но сегодня будем говорить о моих инсайтах. Итак, первое, что я поняла в этой жизни, это всегда что-то планировать. Не обязательно планировать свой каждый день, хотя вы планируете на ближайшие 2-3 месяца, вы должны знать, что у вас вообще в целом происходит в жизни. Какие у вас планы на ближайшие 2-3 месяца. Раньше я планировала там на год вперёд, на 2-3 года вперёд, но потом поняла, что с моим графиком в целом, с моим ритмом жизни это, ну, невозможно. Я в целом примерно знаю, что будет через, не знаю, 2-3 года, хотя нет, я вообще и без понятия, что будет через 2-3 года, но всё равно планы на год, да, но планы на несколько лет для меня немножечко не работают. Поэтому я планирую ближайшие 2-3 месяца, и планы на год тоже я ставлю. Хотя бы можно начать вот с 2-3 месяцев. Если вы уже хороши в планировании, то можете брать на неделю, на месяц планы, цели, это тоже очень классно. И важный момент всегда иметь второй план, это оказывается очень важно. Я всегда фокусировалась над своей целью, только и никогда не думала о том, что будет, если не получится. Оказывается, очень хорошо иметь второй план, план Б, если это не сработает, я сделаю это. Потому что у меня были моменты, когда на что-то я рассчитывала очень сильно, это не случилось, и у меня не было другого плана, и не было ничего, кроме того, какой тип депрессии, так скажем. Поэтому советую вам иметь всегда план Б. Второе, это иметь какие-то лишние деньги. Несмотря на ваш заработок, несмотря где вы работаете, на какие средства существуете, в любом случае нужно на свой как бы черный день откладывать, в любой момент вашей жизни вам могут понадобиться эти деньги. В моем случае это были спонтанные поездки, например, мы с подругами резко запланировали какое-то путешествие, и меня вот эти мои личные деньги спасали. На самом деле это очень важно для девушек иметь какой-то бэкап. Я знаю многих женщин, которые элементарно не могут развестись со своими мужьями просто потому, что их некому кормить. Это очень печально, поэтому, чтобы такого не случалось, я думаю, будучи еще девочками, девушками, до замужества, просто научиться иметь свои деньги и не рассчитывать на мужика. Но рассчитывать на мужика это классно, я не агитирую обратно, я просто говорю на случай если. Третье очень важное, а также очень важное в моем становлении личности это выбирать окружение. Мое окружение это мое все, я прям обожаю свое окружение, тфу-тфу. Это мои друзья с университета. Я училась в Казгу, национальном университете в Алма-Ате, и Казгу славится тем, что там охренительно бешеная активная студенческая жизнь. И да, я была частью этой студенческой жизни, я всегда была активисткой. Я забыла название, но кажется, это называется секция, кружок. Ну, короче, у нас был Маслихат, Сенат, я там участвовала, благодаря этому я находила своих друзей. Университет, я всегда говорю студентам или абитурентам, что это не просто 4 года, где вы будете зубрить, и все. Нет, это нетворкинг. Университет это просто огромная база классных людей. Там вы выбираете себе окружение. Эти люди могут быть вашими будущими друзьями, партнерами, вообще вашим всем, поэтому внимательно выбирайте окружение. Я люблю свое окружение тем, что они все классные ребята, что-то делают, они все везде, там, кто-то певец знаменитый, кто-то бизнесом занимается, кто-то учится за рубежом, но они все очень простодушные. Нет ни одного человека в моем окружении, который такой высокомерный, я это очень ценю, я люблю простых людей, потому что я думаю, в этом и смысл есть, быть просто человеком. Вот говорят же, 5 ваших близких друзей это то, кто вы есть, поэтому посмотрите на свое окружение, какие люди вас окружают, чем они занимаются, о чем вы говорите, когда вы вместе, что вы делаете, это все очень важно. Еще один пример окружения в том, что с правильным окружением они, эти люди будут вас тянуть в хорошие места, кто-то, возможно, где-то что-то сделает, и вы окажетесь на хорошей работе. Также я верю в то, что формула пяти рукожатий работает, то есть ваш знакомый знает кого-то, который знает кого-то, который знает кого-то и так далее. Четвертое — это не быть жертвой. Это так сейчас популярно прорабатывать родителей. Я никого не осуждаю, но мне кажется, проработка родителей состоит в том, что вы осознанно понимаете, что да, это с вами произошло, и как бы принимаете это, и живете дальше. Потому что нет смысла копаться, перекладывать ответственность на родителя, говорить, вот, вы мне это не сделали, вы мне то не сделали, не додали. Да, родители — это важная часть в вашем становлении, но перекладывать ответственность на них и просто сидеть, ничего не делать, и говорить, ну, это из-за моих родителей тоже не классно. Хочу обратиться к особенно девочкам, которые росли без отца. В обществе навязывают очень сильно то, что если ты выросла без отца, тебе нужно мужское внимание, ты какая-то не такая, ты не получала любви в детстве, значит, у тебя в отношениях фигня. Ну, камон, ребята, я знаю очень много девочек, которые также росли без отца, но удачно, классно вышли замуж, так же любимы, как и девочки, которые выросли с отцами, поэтому здесь нет места дискриминации. Там не только отсутствие отца играет роль, а в целом ваше восприятие жизни, как вы будете адаптироваться. В моем случае отсутствие одного родителя, наоборот, сделало меня той, которая я сейчас есть. Я с этого взяла только выгоду, пользу, я полагаюсь на себя, я самостоятельная, и вот эта жилка, которая у меня есть, желание жить, что-то делать, наоборот-таки, наверное, пришло от того. Поэтому моя психология заключается в том, чтобы у вас не было в жизни, да, какая бы ситуация ни была, просто делать из этого плюсы, не надо искать ответы, искать в себе минусы, нет. Все должно, как должно быть. Если у вас такая ситуация, it's ok. Если у вас другая ситуация, it's тоже ok. Я еще шучу над эту тему, кстати, я видела много рилсов в инстаграме. В СНГ-шных странах две проблемы, отец-отец, отца нету, поэтому в любом случае у вас будут травмы. Любой родитель, хоть и отсутствуем, хоть и присутствуем, наносит какие-то травмы. Дальше, я потеряла счет, давайте я буду просто продолжать, это получать знания. Есть одна умная фраза, я не знаю, кто это сказал, тот день, когда ты считаешь себя умным и что ты знаешь все, тот день, когда ты проиграл. Поэтому никогда не останавливаемся, всегда получаем знания, просто side hustle всякие. Для меня сейчас это вождение, я учусь ведить, и я всегда учусь чему-то новому благодаря блогу. Это как монтировать, допустим, какие-то обложки делать, новые рилсы и так далее. Мне кажется, обучение это очень важно, поэтому как-то один человек сказал хорошую фразу, мне понравилось. Человек должен быть максимально полезным обществу. Сколько дел ты можешь решать, настолько ты полезен обществу. Мне кажется, это очень сильная фраза. Ты как человек умеешь вот это, 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 это решать, и как бы ты обществу больше полезен. Мне кажется, это реально круто. Находить себе дела, что очень связано с новыми знаниями, и мне нравится фраза do it for the plot, как бы сделай это для сюжета. Какие-то новые увлечения можете сделать не то, чтобы именно достигнуть какую-то цель, а просто для сюжета, что это было в вашей жизни. Мне кажется, это очень интересно. Следующее это, конечно, путешествовать. Я знаю, что это звучит как клише, но на самом деле путешествие реально меняет вас. У меня был такой прикол. В 2019 году я должна была полететь в Америку по Oregon Travel во второй раз. Мне отказали в визе. И у меня вот не было второго плана, плана B, и я не знала, что делать. Я просто потерялась. Все лето я просто сидела дома и не знала, что делать. И тогда мы с мамой поехали исследовать Казахстан, так скажем. Мы поехали на восток, на Аваколь, и потом, после этого мы поехали в Алматинскую область, на Куйсайские озера. Куйсай, Хаинде. Это было очень красиво, очень классно. И тогда до меня дошло, что путешествовать не обязательно куда-то в Турцию или в Америку, а можно начинать со своей области элементарно. Поэтому, если пока нет финансов путешествовать в разные страны, можете пока что путешествовать просто по своей стране или по области. Я уверена, в каждой стране есть красивые места, природа, поэтому начните хотя бы с этого. Читать книги. Думаю, без объяснений понятно, насколько это важно. Однако, в то же время, я хочу вставить какую-то ремарочку. Постоянно читать, стабильно читать, очень много книг и ничего не делать. Это попытка избежать реальности. Читайте в меру. Я бы сказала, одну книжку за месяц, за два, это очень вполне даже нормально. Не обязательно поглощать, там, пять-шесть книг в месяц. Потому что, помимо книг, есть реальная жизнь тоже, и реальные проблемы тоже надо решать. Из моих любимых авторов я бы посоветовала Ремарка, Три товарища, это моя любимая книга. Потом Халеда Хусейни, это афганский писатель, американско-афганский. У него пока что только три книги, но все три очень пронизывают прям до глубины души. Ещё я люблю Мураками, но Мураками, когда я его читаю, чуть-чуть депрессивно, но у него очень тонкие такие мысли. Если у вас есть какие-то любимые авторы, похожие на вот этих моих, пожалуйста, напишите в комментариях, я их обязательно прочитаю тоже. Учить любой иностранный язык. Я бы советовала просто учить английский. Если вы уже знаете английский, то можете просто выбирать дальше, как испанский, французский. Это действительно помогает. Например, сейчас я нахожусь в Эмирейс, где есть очень большое количество других сотрудников из всего мира. Если бы я знала элементарно французский, я бы разговаривала с коллегами из Туниса, Марокко. Некоторые из Канады знают французский. Большая часть Африки и африканских стран тоже знают французский. Следующий совет — хвалить себя и баловать. Почему-то в студенческие годы я себя помню, что я всегда ставила какие-то цели, достигала их, но я никогда не говорила себе молодец. Я просто принимала это как задолженное и продолжала дальше. Я ни разу не помню, чтобы себя баловала, какие-то свидания с собой делала. Я даже потом начала делать какие-то коробочки про себя, как бы благодарности себе. Кстати, можете попробовать, это такая коробочка, где вы каждую заслугу свою записываете на маленькую бумажку, складываете и закидываете в эту коробочку. Потом, когда вдруг у вас нет настроения или вы начинаете обесценивать всю свою жизнь, то вы можете открыть коробочку, прочитать, за что вы себе благодарны, какие у вас заслуги, и это реально помогает. Благодарить. Реально быть благодарным за то, что ты сейчас имеешь. Пока вы этого не будете делать, ничего другое не придет. Я начала, наверное, благодарить, мне кажется, вот в 20-м году, когда был карантин, я много всяких мелких курсов брала по саморазвитию, потому что тогда это было модно, и я тогда начала вот именно саморазвиваться, так скажем. И тогда много говорили про фразу «благодарить», я не понимала, я просто делала, окей, надо писать благодарность, я благодарна за это, то, сё, но в какой-то момент до меня допирает, о, реально, оказывается, я реально благодарна за то, что я сейчас имею. И как только я начала благодарить за всё, что происходит в моей жизни, ко мне начало приходить только лучшее. Тьфу-тьфу, с 21-го года у меня вообще очень много хороших-хороших моментов в жизни. Очень важно вот брать себя, вот так с неба спускать на землю и говорить «смотри, вот это, вот это у тебя есть, будь благодарен». Если бы я услышала этот совет в 15 лет, я бы сказала «ммм, ару, камон», но скажу сейчас, мне 25, и физическая нагрузка действительно важна. Не зря говорят, что спорт — это залог жизни, движение, энергия в движении — это всё не зря. Я бегаю и в хорошем настроении, и в плохом настроении, и это действительно помогает. Ни разу не было чувства, что, блин, мне плохо, после какой-то физической нагрузки как минимум у вас чувство благодарности за то, что вы сходили на тренировку, а во-вторых, у вас очищается мозг от тревожных каких-то мыслей. Следующий совет я бы сказала себе в школе — не копировать никого. Я думала, что, ну, я слишком высокая, я худая, что-то со мной не так, и кто-то, обязательно кто-то другой мне нравился больше, чем я сама, и я пыталась какие-то черты копировать других людей, что не очень хорошо. Постарайтесь полюбить себя и реально найти свою изюминку. Я уверена, у каждого человека есть свои плюсы, есть свои изюминки, и просто надо их найти и красиво подчёркивать. Никогда, ни ради кого не жертвовать своими мечтами и своими целями. Тьфу-тьфу, за это я себе благодарна. У меня ни разу не было в жизни момента, чтобы я сказала, ну, блин, ну, мои родители против, я не буду это делать. Ну, блин, мой парень, он против, я этого не буду. Нет, ни разу. Мои мечты... Всё, халас, другого никого не слушаю. Ну, я не знаю, насколько это правильно. Я ещё для себя решила, что я, оказывается, эгоист, эгоистка. Когда дело доходит до меня, до моей жизни, до моих желаний, я никого не слушаю. Конечно, это адекватные желания. Это работа в Эмерис, например, точнее, работа стюардесса. Переезд в Алмату, переезд в Дубай. Я считаю, что это хорошее решение, и никто бы в мире меня не переубедил не делать этого. Поэтому, когда я получаю сообщения от юных девчонок, что у них родители против, чтобы они летали, или у некоторых родителей против, чтобы они из маленького города переезжали в Алмату, учились там, я не знаю, что сказать, потому что, ребята, это ваши мечты. Это ваши родители, и вы должны им объяснить. Вы должны отстоять свою мечту. Наверное, легче сказать, что, блин, нет, мои родители не отпускают. Но как насчет того, чтобы просто высказать свое мнение им, поговорить, коммуницировать? Нужно уметь коммуницировать и отстаивать свои права тоже. Когда я впервые маме сказала, что я хочу летать, я тогда училась на втором курсе, я помню. Это было как раз лето после Америки, когда я не получила визу. И я начала задумываться об авиации. И я маме просто между делом сказала, я хочу стать стюардессой. У нас, кажется, была не очень хорошая беседа. Я помню, 30 минут, что ли, мы общались. И она была против. Она говорила, зачем тебе эта работа? Ты учишься на переводчика. У тебя будет диплом. Ты будешь дипломированный специалист. Зачем тебе работа в небе? Она мне вот так прямо говорила, зачем тебе это надо? Если ты хочешь стать стюардессой, иди и отчисляйся сейчас. Вот так она мне сказала. Если бы я тогда ее послушала и сказала, ну окей, хорошо, я тогда буду переводчиком по диплому. Я бы сейчас не сидела здесь, в Дубае. Я бы не облетела бы весь мир. И я бы, возможно, работала на нелюбимой работе. Поэтому, ребят, надо бороться за свои мечты. Я помню, потом мы поговорили. Она мне сказала, окей, делай, что хочешь, главное, чтобы тебе нравилось. И еще, когда я слышала от девочек то, что вот их парень против, чтобы они летали, это для меня большой редфлаг. Почему? Вы спросите, почему он против, чтобы вы летали. В большинстве случаев пациенты отвечают, что это несерьезная работа. Бозлубки тесны, ты там будешь летать, у тебя командировки, пилоты. Если вы услышали такое, все, халас, до свидания. Потому что этот человек думает очень узко. Он видит только... Он видит стюардессу как какой-то объект. Это неправильно. Мы на работе так зашиваемся, так работаем, что нет просто времени на каких-то пилотов. Ты в командировку приходишь, спишь просто до завтра, и завтра просыпаешь и обратно работаешь. Если вы слышите от парня такое, это неправильно. Второй вариант, почему он так говорит, он боится, что вы будете развиваться больше него, быстрее него, зарабатывать деньги, путешествовать, видеть мир, который он, скорее всего, еще скоро не увидит. И это просто элементарная зависть и боязнь потерять. Низкая самооценка. Поэтому, когда вы слышите от парня, нет, ты не будешь стюардессой. Если ты будешь стюардессой, то мы перестаем встречаться. Это big no no. Быть счастливым — это выбор. Да. Тьфу-тьфу, я никогда не считала себя несчастливым человеком, несчастным. Для меня я всегда счастлива, несмотря на то, кто бы рядом ни был, что бы ни происходило в моей жизни. Я всегда счастлива. Да, бывают какие-то плохие и хорошие дни, но быть счастливым — это ваш выбор. И не давайте какой-то ситуации контролировать ваше счастье. В большинстве случаев мы сами любим грустить. Мы склонны к каким-то меланхоническим настроениям, я бы сказала. Тот раз, я помню, месяц назад я была в Дубае, и у меня не было настроения по каким-то личным причинам. И это длилось очень долго, ну, неделя или больше. Потом я как-то была дома и вышла на балкон, я смотрю на вид Бурш-Халифа, весь вид. И я думаю, как ты мечтала об этом виде, ты переехала в новый дом даже. И ты смотришь на этот балкон, и ты как можешь быть несчастлива. Почему какой-то человек должен влиять на твое настроение? Надо проживать все эмоции, но давать реально какой-то дедлайн. Вы не можете страдать, сохнуть по какой-то ситуации, ну, годами, месяцами, это слишком долго. Жизнь просто кипит, и надо двигаться. Не завидуйте никому. Вы не видите всей картины. Я думаю, что у каждого есть бзики, когда человек просто смотрит на какого-то ролл-модула и говорит, блин, все классно у этого человека в жизни, почему у нее так, а у меня не так. Ну, ребят, никто не говорит о своих фейлах, и вы, скорее всего, никогда не узнаете, что творится у человека на душе, и какие он сложности прошел, пока дошел до этой точки B. В инстаграме это еще такая платформа, где все вылизано красиво. Из-за этого я, кстати, недавно пропадала с инстаграмом, потому что он мне дает какую-то депрессивную нотку, фомо-синдром называется, когда как будто у всех все происходит, а ты ничего не делаешь. Я, например, тоже делюсь только хорошими моментами, кому нужны мои проблемы, моё нытьё, я это не пользуюсь в инстаграме. Но если бы я писала о своих переживаниях, о своих тараканах в голове, о своих фейлах тоже в инстаграме, многие бы люди перестали бы вообще завидовать или о чем-то говорить обо мне, потому что у всех жизнь плюс-минус одинаковая. У всех такие же тараканы и падения, у всех те же тараканы в голове, вы просто видите красивую картинку. Слушать хорошую и приятную музыку. Если среди вас такие, но у меня была привычка слушать какие-то грустные песни. Всё в жизни окей, но я слушаю грустные песни. Мне нравится слушать, как ой, там чё-то пипец, сердце разбито, офигеть, там сложно, всё. Потом я заметила, как на этом фоне меняется моё настроение. Я еду на работу, слушаю вот эту свою грустную музыку, и автоматом у меня не очень настроение. Надо слушать весёлую музыку. Если на вас не влияет музыка, это окей, но на меня очень сильно влияет музыка, то, что я слушаю, поэтому я переключилась на приятную такую музыку, chill vibes. И я сейчас не слушаю какие-то... пили all the shows I made for... Вот это всё я убрала. Сделать свой уголок. В комнате, дома, где бы вы ни жили, сделать свой маленький уголочек саморазвития. Это может быть такой белый столик или вообще любой столик с вашими блокнотами, ручками, может какие-то постеры наклеить. Это будет ваш уголочек саморазвития. По мне, такой уголок очень вдохновляет и наполняет силами. Иметь хобби очень важно. По-любому у вас есть то, чем бы вы хотели заниматься, помимо работы. Возможно, это какой-то вид спорта, возможно, это блог, возможно, это фотосъёмки, шитьё. Если у вас нет хобби, и вы просто не знаете, чем заняться, то пробуйте все варианты. Реально, решение приходит, когда вы пробуете, вы никогда не знаете, например, подойдёт ли это платье вам, пока вы его не примерите. Нужно просто пойти, попробовать один урок, один сеанс, и если этому понравится, это будет вашим хобби. Ещё один совет из взрослой жизни, это ты то, что ты ешь. У меня очень долгое время было неправильное питание. После школы я поступила в университет, и четыре года в общаге дали о себе знать. У меня сбился режим питания, мы могли утром в восемь что-то перекусить, какой-то пирожок с кофе, и бы там весь день не есть, четыре, там что-то поесть между парами, что-то перекусить, и ночью обожраться макаронами, кова, шоколад. Короче, потребление моей еды зависит от настроения. Кажется, это называется РРП или РПП. Например, когда я в стрессе, я могу пойти попить кофе с шоколадом. Это то, как я, например, закрываю стресс. Действительно, очень важно то, что вы едите. После двадцати пяти, я бы сказала, всякие штучки вылазят. Обычно это гастрит у многих. Действительно, очень важно есть приготовленную дома еду и пить много воды, зелень, клетчатка, салаты. Да, это реально важно. Чтобы пожить очень долгую, хорошую, здоровую жизнь, вам в первую очередь нужно здоровье. Здоровье не купишь ни за какие деньги, и каждый раз, когда я болею, я убеждаюсь в этом. Каждый раз, когда я болею, я лежу, я не могу ни работать, ни снимать влоги, ничего другого не делать, и поэтому я говорю себе, блин, здоровье это важнее всего. Вы пишите для себя десять человек, которые важны в вашей жизни, которые в целом плюс-минус каждый день в вашей жизни. Это могут быть родственники, друзья, какие-то очень хорошие, знакомые. Вот прям вы пишите список и поддерживайте с ними связь. Я такой человек, мои друзья, знают, что я могу вот в себе быть очень долгое время, я могу уйти в работу, никому не писать, долго и исчезнуть. И поэтому я придумала для себя эту цель, чтобы я себе напоминала, что у меня есть друзья, мне надо с ними разговаривать, иметь несколько видов дохода. Сейчас такое время, что одной работы не хватает, не знаю, как у вас, но в любом случае я за то, чтобы не класть все яйца в один мешок. Нужно здесь что-то делать, там что-то делать, здесь что-то сделать. Короче, какой-то бэкап-план иметь и помимо своей работы иметь что-то, откуда будут идти деньги. Начинать с тем, что у вас есть и там, где вы сейчас. Это очень важно. Мы хотели с подругой начать заниматься бегом. И мы обсуждали эту тему, она говорила, что ей надо купить экипировку и так далее, чтобы начать бегать. Для меня это было наоборот вот так. Я должна начать бегать, дойти до каких-то результатов и потом я буду брать себе экипировку как похвалу. Ну смотрите, здесь для кого как работает. Это пряник и кнут, кажется, называется. Для меня больше, типа, как пряник. Я что-то сделаю и получу пряник. Для кого-то это надо 100% быть готовым и потом начать. Точно так же было с Ютубом. Я помню, я загорелась желанием начать Ютуб и я думала, блин, так у меня нет камеры, блин, микрофона нет. Мне дали рейс в Стамбул, я помню, в Эростане. Четыре дня было и у меня был классный контент. Точнее, это был повод для классного контента и я себе сказала. Если ты хочешь начать Ютуб, ты начинаешь с этого воевра, со Стамбула. Если ты не начинаешь с этого воевра, то ты никогда вообще не задумываешься об Ютубе. Потом вот буквально четыре влога вышло и потом я переехала в Дубай. Я продолжала делать влоги на телефон и потом, когда я уже дошла до каких-то результатов, когда уже в Ютубе у меня есть какая-то своя аудитория, я поняла, окей, сейчас уже можно брать камеру, потому что это уже все серьезно. Брать ответственность только за свои действия и за свои слова. У меня был момент, когда я обращалась к психологу из-за ссоры с подругой, и когда мы обсуждали эту тему, она мне говорит, а почему ты берешь стопроцентную ответственность за эту ситуацию? Каждый должен отвечать за то, что он сделал. Вот ты что конкретно сделала? Вот бери вот это и отвечай за это. Не бывает ни в какой ситуации такого, что только один человек не прав, и только один человек должен отвечать за это. Поэтому и в дружбе, и в отношениях, в любых отношениях с родителями, с молодым человеком нужно брать ответственность за свою часть. И очень важно, чтобы второй человек тоже брал ответственность за свою часть, и вы это как-то совместно решали. И теперь крайний совет от меня. Наверное, это пришло именно с Ютубом. Когда я только начала Ютуб, у меня было нереальное количество негатива. Я не знаю, откуда это все пришло, люди просто могли ненавидеть меня за то, как я выгляжу, за то, откуда я родом, просто за то, что я работаю в Эмирейс, или просто за какие-то рандомные вещи. И этот хейт просто лился вот так. Вначале я была в шоке, и просто сидела и блокировала людей, потом я как-то переживала этот момент и просто оставила как есть. Мой главный пойнт в этом случае это то, что мнение окружающих это мнение окружающих, которые не обязательно брать на свой счет. Если это какая-то конструктивная критика, совет, да, прислушайтесь, но ничего близко брать к сердцу не стоит. Также сидеть и что-то доказывать или не просто в соцсетях, просто в жизни кому-то что-то доказывать с пеной у рта, это тоже дело так себе, потому что мы с психологом тоже обсуждали этот момент, она говорит, ты не доказываешься, если сама уверена в этом. Люди доказывают, когда сами в чем-то не уверены и хотят как бы доказать, потому что они сами изнутри понимают, что они должны доказать самому себе. Брюнетка никогда не будет сидеть и доказывать, что она брюнетка, но у нее брюнетка, волосы темные, там все видно. Надо это просто понять вот в таком плане и пытаться ни с кем не спорить, доказывать. Мне кажется, я уже дошла вот до этого момента сейчас, есть же вот этот мемчик, типа, мне уже в этом мире абсолютно все понятно, мне нужно покоевое умиротворение, вот, я сейчас такой человек. Какие-то драмы, какие-то сплетни, что-то там, где-то там, мне неинтересно. Когда вы в целом заняты своей жизнью, своим развитием, своими планами, мечтами, вам не до всего этого, вам просто абсолютно пофиг. Еще одна фраза, то, что инфантильный человек только будет сидеть, обижаться, что-то, какие-то претензии говорить, думать о чем-то, взрослому человеку пофиг. Поэтому, если это сделает как-то легче вашу жизнь, то тоже возьмите себе на заметку. Вот и все, в целом, все это личный опыт и каждый пункт это процесс или какое-то слово, действие, лично мой опыт. Я рада, если вам понравилось и если вам это было полезно. Дайте знать, если это было интересно и стоит ли мне продолжать типа такого рода ролики. Если да, то напишите, на какие темы мне снять разговорную историю. Всем желаю спокойной ночи, я сейчас собираюсь спать и спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok